Педагог Азусь-Табакан Александра Оленева впервые лично встречается с Надеждой Максимовой. Вопрос женщины касается большинства жителей республики, коммунальные платежи. Точнее сказать, ее волнует несправедливость, когда энергетики списывают на общедомовые нужды долги недобросовестных полотельщиков. Эта проблема должна быть решена именно на законодательном уровне, поскольку я в течение пяти лет занимаюсь этой проблемой. И проблему это никто не хочет решать или не может. Но проблема эта не решается. Как показывает практика, коммунальная проблематика всегда во главе списка. Вот, например, две жительницы нового района в Саиногорске жалуются на водоснабжение. Как такового его там вообще нет. Городские власти организовали подвоз. Почему такая дискриминация? Почему, например, вот рядом человек живет буквально пять метров? У них там вот даже эти колонки, вода у нас вот там, где посылки геологов, да. У них получается, значит, они платят по 20 рублей, а мы по 20. Как выяснилось прежде, большую часть платы за подвоз воды компенсировал Саиногорский бюджет. Нынче на это денег не нашлось. Надежда Максимова пообещала привлечь для проверки прокуратуру. Мы увидели понимание, мы услышали, нас услышали, нашу проблему, сказали, что в части, как бы, вот, они хотят сделать запрос депутатам. Надежда Сергеевна сказала, что по максимуму постарается в нашу проблему они вникли, постараются нам помочь. Мы надеемся на это. Выслушивать предложения и жалобы не только населения, но и продуктивно. Обсудить их на внутрипартийных дебатах единороссов – оптимальный вариант решения большинства проблем. Тема – улучшение качества жизни населения. В стране уже несколько лет работают национальные проекты, будь то здравоохранение, образование, доступная среда. Результаты очевидны. Демографическая ситуация в стране улучшается. У нас показатели смертности и рождаемости значительно превосходят те, которые были изначально заложены. Продолжительность жизни до 71 года в среднем увеличилась. У нас в полтора раза практически в среднем по стране выросла заработная плата работников в бюджетной сфере. Такие вот дебаты, или, как модно говорить, праймерис, для России – беспрецедентная практика. Среди нескольких кандидатов отбирается лучший, и уже он затем представляет партию на выборах в Госдуму. Константин Кравцов, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.